добрый день уважаемые пользователи нашего ресурса традиционный обзор аналитический на предыдущую неделю начинаем с подведения итогов прошлой недели напоминаем о том о чем мы говорили на прошлой неделе мы говорили о том что в паре евро доллар после проторговки в диапазоне 1 27 вполне возможен отскок при этом ближайшей целью отскока назывался уровень 1 31 что в принципе было сделано на графике это хорошо видно при этом мы сохраняем возможность дальнейшего движения данной пары к отметке 1 31 1 32 что будет соответствовать уровню 23 6 коррекции по фибоначчи от максимумов достигнутых весной прошлого года соответственно после этого возможно продолжение движения пары более низким уровнем чего мы в принципе не исключаем случае если кризис в еврозоне долговой кризис будет все это все же разрастаться и все новые участники будут охватываться данными данными событиями мы говорили также о том что и индекс s&p 500 вполне возможно продолжить свое движение после того как он перешел в новый диапазон между 1260 и 1330 при этом мы также говорили о том что в принципе ситуация весьма характерна для начала и конца прошлого года за то есть ситуация очень напоминает конец позапрошлого и начало прошлого года когда индекс это хорошо опять же видно на графике когда индекс с осени десятого года до почти февраля рос достаточно активно при этом передвигался небольшими промежутками по проценту полпроцента что в принципе и сейчас также наблюдается на я индексе s&p 500 хорошо видно что где-то с конца ноября индекс движется фактически без коррекций глубоких и уже достиг отметки 1315 принципе мы считаем что еще потенциал роста небольшой есть для индекс s&p вполне возможно что это будет связано с какими-то положительными решениями по греческому долгу а также по ситуации связаны с долговым кризисом европе если там наметится улучшение при этом опять же мы видим что на сегодняшний момент индекс перешел проторговал достаточно неплохо уровень 1250 1270 он вышел гораздо выше перешел в диапазон с 1270 по 1370 все же мы считаем что в принципе он может проколоть чуть выше нашей указанной границы но у границы 1330 мы ожидаем достаточно достаточно жесткого уровня встречи игроков почему именно этот уровень мы считаем что в принципе по времени индекс может успеть подрасти именно к этому уровню при этом мы все-таки ждем что будут какие-то коррекционные движения которые будут не заканчиваться одним днем как до этого это все происходило а все-таки коллекция может быть 123 дня вот это на на индексе smp 500 что происходит в европе очень хорошо было видно если вернуть предыдущий график то будет хорошо видно что индекс smp 500 прошел уровень 60 18 по фибоначчи где он в принципе встречал сопротивление к уровню коррекции от максимумов с мая прошлого года с весны прошлого года пардон вот и он уже в принципе вышел гораздо выше так вот если вернуться к европейской истории здесь мы выбрали для работы именно индекс немецкий то есть dax хорошо видно что dax в принципе пока отторговал уровень 50 процентов по фибоначчи к общему всему падению и стремится подойти также к уровню хотя бы 61 8 ближайшей целью вот эта зеленая линия на графике мы видим что это 6550 6600 возможно где-то там но я думаю что в районе 6550 6600 индекс будет встречен теми игроками которые в принципе считают что этого отскока будет вполне достаточно мы считаем что еще возможно европейская история все-таки не завершилась кроме того как известно хоть dax и двигается достаточно часто гэпами связано это видимо с тем что все-таки европа открывается после основной американской сессии на следующий день и отыгрывает новости из америки из азии поэтому возникают достаточно часто разрывы но мы считаем что вот этот гэп который возник в ноябре декабре прошлого года вот и соответственно остался незакрытым он будет манить игроков на понижение для того чтобы воспользоваться ситуации попробовать все-таки вернуть индекс к этим уровнем поэтому в принципе если заглядывать достаточно далеко мы считаем что в принципе уровнем движение вниз целью может являться цель в районе 5850 но при этом очень хорошо видно на данном графике что уровень коррекции 50 процентов который в принципе dax преодолел мы считаем достаточно легко причем он преодолел его гэпу вот было хорошо на графике хорошо видно что весной прошлого года данный уровень являлся уровнем сопротивления в нем достаточно долго находился индекс но после этого как он вышел из этого диапазона он двигался почти так же как и американский индекс вот и постоянно рос это речь идет об уровнях десятого года подчеркиваю в одиннадцатом году индекс торговался выше вот поэтому сейчас индекс даст стремится естественно тоже перейти в некий более высокий диапазон но мы считаем что европейская история пока ему не позволит преодолеть этого уровня очень интересная ситуация складывается на рынке нефти вот хорошо видно что форми был сформирован некий падающий канал черного обозначен в принципе в октябре месяце после того как были обновлены минимум года в районе июля месяца соответственно после этого была попытка вернуться здесь все-таки цены на нефть встретили хорошую поддержку в районе 100 рублей извиняюсь 100 долларов за баррель вот и соответственно после этого они сходили даже на 115 в принципе выйдя из канала но в последующем произошло все-таки возврат него и фактическое колебание цены опять же хорошо видно на графике что нефть также как тот же dax находится в каком-то диапазоне но нефть имеет более высокую волатильность и соответственно движение в ней более сильные соответственно видно опять же хорошо что выйдя из этого падающего канала нефть дошла до следующего некого уровня который был сформирован с максимумов уже апреля месяца 11 года вот и соответственно проколов его они все равно вернулись и сейчас пытаются проверить на прочность верхнюю границу предыдущего канала опять же нас графика хорошо видно что у нефти формируется некий длинный достаточно треугольник из которого она может выйти и мы предполагаю что все-таки это движение в последующем будет наверх если брать временной лаг то мы предполагаем что все-таки к маевом месяце все основные события связаны с долговым кризисом и с заимствованиями в европе будут завершены и соответственно будет ясность по европейской истории надо не забывать к тому же что в этом году состоятся выборы во франции состоятся выборы в америке и соответственно осенняя история уже будет связана в основном именно с этими событиями что происходит на российском рынке мы ожидали и продолжаем ожидать что после того как российский рынок наберет достаточно достаточно много сил он сможет выйти из этого данного треугольника единственное сильным фактором который продолжает воздействовать на и на нашу историю кроме европы нам естественно хорошую поддержку оказывают по-прежнему достаточно высокие цены на нефть что не позволяет рынку завалиться достаточно сильно при этом вторым не менее важным фактором является то что как известно весной этого года у нас состоятся в марте выборы президента и те игроки которые в первую очередь западные игроки которые пока не с очень большой охотой заходит в наш рынок невзирая на всю его перепроданность и более высокую дешевизму по всей видимости все таки от оценивают отношение риска дохода пока к сожалению с точки зрения риска видимо считают что наш рынок не так хорош и стараются по крайней мере видимо постараются дождаться либо каких-либо более сильных движений с точки зрения движения в нефти либо с точки зрения решения долговых кризисов либо по-прежнему будут решать ждать завершения наших соответственно выборах которые подчеркиваю состоятся состоятся в марте месяце пока же если посмотреть на график с точки зрения фибоначчи будет хорошо видно что в принципе мы торгуемся по сравнению с теми же европейцами с теми же американцами очень низко то есть мы от своих лоев отскочили диапазон порядка 30 процентов всего по фибоначчи а если вернуться к графику рынка допустим немецкого dax да соответственно будет хорошо видно что те же немцы уже отыграли более 50 процентов а если посмотреть на американцев snp 500 то соответственно видно что они уже более 61 1 процента восьмидесятых отыграли от своих своего падения которое началось от максимумов одиннадцатого года сожалению если вернуться опять же на рынок ртс сожалению могу констатировать еще один факт что очень низкая ликвидность на сегодняшний момент на нашем рынке и на низкой ликвидности связано это видимо в первую очередь с тем что либо крупные игроки вывели достаточно много средствами об этом говорили и подчеркивали это вот но даже те деньги которые сейчас на рынке присутствуют они не готовы открывать бычьи позиции в ожидании все-таки уменьшение тех рисков которые я назвал выше соответственно потенциал роста у рынка сохраняется по нашим наблюдением лучшими бумагами в этом году могут быть правда продолжить могут те бумаги которые в принципе лидировали в прошлом году это бумаги нефтегазового сектора если ничего плохого не будет происходить с точки зрения нефти то есть нефть не будет падать ниже обозначенных нами уровне хотя бы в 100 долларов за баррель то соответственно и на наш рынок не будет особо сильно реагировать и соответственно будет находиться где-то в этом же диапазоне хотя при выходе из данного сужающегося треугольника мы предполагаем что первой целью движения будет уровень 1580 с последующим уровнем в 1700 по индексу ртс понятно что будут какие-то промежуточные цели но основные цели тогда будут в районе 50 процентов коррекции по фибоначчи от максимумов 11 года а лидерами с нашей точки зрения являются конкретно если говорить это бумаги роснефти это бумаги газпрома по-прежнему у нас остается хороший взгляд на металлургов кстати хочу подчеркнуть что те кто воспользовался на прошлой неделе нашими рекомендациями должны быть довольны в принципе если брать бумаги металлургов особенно мы рекомендовали ммк и нлмк за прошлой неделе дали возможность заработать от 2 до 5 процентов если вовремя люди входили в бумаги и пользовались соответственно нашими рекомендациями выходили заработав эти небольшие деньги вот на эту неделю мы считаем что в принципе возможно некое коррекционное движение оно будет связано в первую очередь с тем что те вопросы которые на сегодня обсуждаются в европе и сегодняшнее заседание министров иностранных дел на котором было принято решение ввести эмбарго на иранскую нефть правда она была пролонгирована то есть она дает возможность для маневра в первую очередь иранскому руководству так как эмбарго вступит в действие только для новых контрактов которые заключаются вступает в действие с июля текущего года для старых контрактов которые до июля были заключены по ним эмбарго вводиться не будет и соответственно будет продолжаться поступление иранской нефти на те рынки с которыми эти контракты данные заключены то есть у иранцев есть возможность принять какие-либо решения или найти какой-то компромисс с европейцами до соответственно июня этого года европейцы поступили так в принципе вполне предсказуемо именно исходя из того что как мы уже говорили очень большая часть долговых проблем которые существуют у них и очень большой объем заимствований приходится на первый квартал этого года европейцы видимо сочли невозможным на сегодняшний момент отказаться еще к тому же от иранской нефти и тем самым подогнать инфляцию первую очередь в ценах на энергоносители соответственно эта новость для нас является и неплохой и в принципе в перспективе есть так события будут развиваться цена на них по крайней мере падать не будут а если ситуация вокруг нефти будет накаляться долговой кризис будет решаться то мы в принципе станем основными бенефициарами от данного решения в среднесрочной перспективе то есть долговый кризис проблем с долговыми заимствованиями могут быть европе сняты что перестанет давить на рынок с точки зрения именно европейских проблем но при этом цен на нефть могут начать расти из-за ситуации вокруг ирана эмбарго связанного с ним поэтому в принципе мы и говорим о том что весьма вероятно то что наши нефтяные компании могут от этого выиграть соответственно мы рекомендуем нашим слушателям и нашим клиентам при возможных проливах выкупать в первую очередь нефтегазовые бумаги и ставить ставку на них могут быть некие проблемы в банковском секторе но мы по-прежнему считаем что сбербанк является все-таки наиболее сильной бумагой и в принципе также рекомендуем если не будет особо сильно развиваться проблемы в европе то при возможных проливах покупать также акции сбербанк из миндалургов по по-прежнему считаем что лидеры отрасли будут вести себя лучше остальных соответственно для себя мы делаем отметку это бумаги север стали как мы говорили что в районе 400 рублей для них существует очень хорошая поддержка есть смысл оттуда ее покупать вот и соответственно мы внимательно следим за такими бумагами как нлмк и ммк то есть мы считаем что опять же при достижении определенных уровень для ммк это порядка 12 рублей для нлмк это порядка 60 там 4 68 рублей есть смысл покупать данные бумаги с потенциалом роста до конца года в 20-30 процентов энергетическом секторе наши предпочтения не изменились мы считаем что лучше рынка все равно будут бумаги которые наиболее расторгованные входят в индексы такие как мси араша то есть мы говорим о бумагах холдинга мрск и соответственно бумага фск и русгидра но опять же здесь следует сохранять осторожность в силу того что до президентских выборов вполне возможно что будут приняты какие-то некие популистские решения связанные с тарифами как для энергетических компаний которые могут отрицательно повлиять на их динамику так и для в первую очередь газовых компаний и нефтяных компаний то есть вполне возможно что будут приняты какие-то решения связывающие ограничивающий рост тарифов и соответственно рост цен на на наши энергоносители для внутреннего рынка что принципе для потребителя неплохо но плохо для самих компаний с точки зрения дивидендной политики и особое внимание мы предлагаем обратить внимание на компании у которых в ближайшее время начнутся соответственно даты закрытия реестров к следующей нашей записи мы попробуем подготовить вам некий список этих бумаг в которых будет интересная достаточно дивидендная история на слух можно сразу сказать что в нефтяном секторе неплохая дивидендная история у компании ваш нефть и соответственно достаточно высокий высокие дивиденды традиционно они платят ну и также как все прекрасно помнят что у сургута сургут нефтегаза скопился достаточно большой объем кэш который из года в год игроки ожидают что он будет распределен в виде дивидендов поэтому вполне возможно что опять же с точки зрения с прицелом на уже дивиденды есть смысл присмотреться данным бумагам на этом мы завершаем всем хороших торгов и удачи